Либо долететь самолетом, либо доплыть по Печори. Такова специфика нашего края. И расписание здесь зависит не только от погоды. 13 июля из-за баллонки скоростного катера Северная транспортная компания отменила рейс в Лабожское, 15-го в Тельвиску. Страдают не только пассажиры до конечных пунктов, но и промежуточных. Владимир Максимов уже несколько дней не может добраться из Великовисочного в Наринмар. С все время так у нас. Просто люди молчат. Терпят да молчат. Да я не вытерпел. Вот и позвонил вам. Выехать из Великовиски в город желающих очень много. Кто в больницу, кто по другим делам. На целый месяц в отпуск ушел работник сберкассы. Снять деньги, заплатить за кредиты теперь можно только в городе. А в город не попасть, тетуют жители. В Северной транспортной компании понимают всю серьезность ситуации. К ремонту вышедшей из строя скоростной лодки приступили сразу же. Сейчас мы, скажем так, разбираем двигатель. Надо продефектовать, посмотреть неисправность. Там дальше будет видно уже по срокам. Пока плавсредства находятся на ремонте, в расписании моторных лодок идет небольшой сбой. А расписание теплоходов изменить нельзя. Хотя жители Макарова просят запустить в деревню теплоход вместо моторной лодки. Желающих уехать в город порой бывает очень много. Рейс от 15 июля смог забрать только половину желающих уехать. Остальные остались за бортом. Ну как-то вроде обходилось, я ничего. Забирал всех. Вот сегодня так получилось конфликт. Конфликт объясняет погода. Жители Макарова признаются, что количество желающих всегда прямо пропорционально погоде. Чтобы дойти до судна, нужно сначала добраться до Печоры, вброд. В плохую погоду желающих не так много. Поэтому о целесообразности теплоходов Макарова в транспортной компании обещали подумать. Загрузка нестабильная. То есть в один день может быть много народу, а в другой день корабль может идти пустой. Напомню, сегодня перевозки пассажиров, не считая вышедшие из строя лодки, продолжают осуществлять три теплохода. Ясовый, Пустозерский и Юрий Россихин. А также один скоростной катер. В этом сезоне в распоряжение предприятия поступит и еще один скоростной катер «Барин» с вместимостью до 18 человек.